МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть расхожее выражение. Самое большое заблуждение женщины – это то, что мужчину можно изменить. Да, мы всегда верим, что это возможно. Я как мужчина и как врач настаиваю. Бросьте заниматься бесполезным делом. Займитесь лучше собой, своим здоровьем, полюбите себя. И вы обязательно встретите человека, которого не понадобится менять. В эфире программа «Нет запретных тем». Самая откровенная программа о женском здоровье. С вами я, врач Сергей Арсенин и прекрасная Жанна Эпле. Да. Темы этого выпуска. В чём причина повышенного потоотделения? Просто мокрый, как кролик. То есть мы кладём человека на кушетку, он встаёт, и мы можем тряпку вот это всё за ним вытирать. И что есть, чтобы меньше потеть? Если женщина правильно питается, то у неё и пот будет пахнуть более приятно. Объявляем войну ПМС. По животу теперь! Поживотуйся! Вот так, так, так. И женским страхом перед родами. Второй и третий раз тоже страшно, доктор. Да, вы это знаете. У здоровых людей потовое железо выделяет в сутки до 800 миллилитров пота, а в жару и при физической нагрузке до нескольких литров. Ого! Кстати, доктор, а правда ли, что женщины потеют меньше мужчин? Жанна, чистая правда. А ещё каждый литр пота – это минус 450 килокалорий. Но пот – это не только вода, это ещё и запах. А из чего состоит пот, мы решили узнать и провели эксперимент. Внимание на экран. Дарья – спортивная девушка. Физические нагрузки для неё – привычное дело. Мы решили проверить, сколько времени ей потребуется для того, чтобы вспотеть. Результат пришлось ждать больше 20 минут. Затем наш лаборант взял у Дарьи пробы пота, чтобы исследовать их в лаборатории. Итак, эксперимент завершён. И сейчас мы узнаем, что обнаружено в поте. Приглашаем нашего лаборанта Марию и участницей эксперимента Дашу. Пожалуйста, к нам. Приходите. Даша, идите ко мне. Здравствуйте. 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 Слушаем вас, Мария. Мы провели лабораторное исследование потовой жидкости Дарьи и обнаружили у неё определённое количество болезнетворных бактерий. Давайте я сейчас буду клеить сразу эти микробы и бактерии, чтобы всем всё было понятно. В потовой жидкости Дарьи мы обнаружили стафилококк, эпидермальный и хаминез. Также обнаружили бактерии, вызывающие угревой сыпь. Профионобактерии Сакна. Также обнаружили микрококков и арканобактерии. А также колонии бреобактерий, каринобактерий и дермобактерий. Господи, кто это? Что это? Дарья, вы знаете, не волнуйтесь абсолютно. Дело в том, что это нормальная микрофлора у всех людей. Так что можете выдохнуть спокойно. И как раз, вы знаете, пот, он обычно ничем не пахнет. Если человек не ест много чеснока или какой-то острой пищи пахнущей, а пахнут именно те продукты, которые выделяют эти бактерии. То есть эти бактерии живут в наших подмышечных впадинах, в тёплых, влажных условиях, выделяют пахучие вещества. И мы, когда ощущаем запах пота, мы ощущаем запах вот этих самых бактерий. Но бывает, что потоотделение приобретает патологический характер. Это явление называется в медицине гипергидроз. И вот, чтобы с ним разобраться, я хочу к нам в студию пригласить нашего специалиста, врача, дерматовенеролога, косметолога Ирину Николаевну Котову. Ирин Николаевна, давайте мы рассмотрим нашим телезрителям, расскажем нормальный механизм выделения пота. Как это происходит? То, что потеть мы должны, да? Это нормальная функция организма, и пытаться избавиться от этого полностью абсолютно не стоит. Подойдём замечательно к нашей схеме. Давайте я вам дам ручку, и вы прям покажете, расскажете. Вот это срез кожи нашей, правильно? Увеличенный. Да, это срез кожи, действительно, практически все составляющие, компоненты. Показаны, самое главное, сосуды. И вот она, в общем-то, потовая железа. Ну, как видите, есть, в общем-то, основная часть, которая как раз выделяет пот, да? И, в общем-то, есть так называемые выводные протоки, которые идут на поверхность кожи, так называемые поры. И вот этот процесс потовыделения – это нормальный процесс? Это нормальный физиологический процесс. Для чего он нам нужен для организма? Потовыми железами, кстати, покрыта практически вся поверхность нашего тела. Просто есть некоторые участки, да, на которых их большее количество, и, естественно, там в большей степени выделяется пот. То есть, например, если человек занимается спортом, вот как наша Даша, да, и её организм разогревается, мышцы разогреваются, и наш организм пытается охладиться. Он выделяет пот для того, чтобы была терморегуляция. То есть, когда вы стоите на беговой дорожке, у вас начинает вот так вот выделяться пот. Вот так он выделяется, этот пот, распределяется по коже, вас обдувает ветерок, и вы охлаждаетесь. Вам становится легче, и ваше сердце легче работает, в общем-то, и дышится легче, да. То есть, если бы у вас такого не было механизма, вы бы погибли. Это на самом деле, это правда. Вот так выделяется пот. Плюс ещё у потоотделения есть функция, ну, очищения организма. То есть, с водой выделяются таксины какие-то, шлаки, продукты метаболизма. Поэтому так полезны сауны, да? В том числе. Хамамы, вот там вообще сильные потери. Очищение, правильно, да. Замечательно, как раз этим мы добиваемся увеличения потоотделения. Ну, вот есть такая болезнь гипергидроз, да? Когда человек потеет, либо он весь потеет, просто мокрый, как кролик. То есть, мы кладём человека на кушетку, он встаёт, и мы можем тряпкой вот это всё за ним вытирать, да? Либо гипергидроз локальный, когда вот подмышечная падина сильно потеет, да? Когда вот человек, когда нервничает, ладони, ноги. Для мужчин это актуально, особенно деловых, которые, в общем-то, при контакте с другими людьми действительно начинают стесняться такой психологический стресс. Какие причины вот такого гипергидроза? Ну, скажем так, это уже не физиологическое, это патологическое потоотделение. Причин, ну, действительно, достаточно большое количество существует. Ну, здесь надо уже, в общем-то, понимать. Это потоотделение началось с подросткового возраста, когда, ну, окреп организм, да, в общем-то, он стал взрослым. Тогда, ну, это физиологическая норма для данного конкретного человека. Такая особенность, да? Да, скорее. А есть действительно моменты, причины, да, при которых вот среди полного здоровья всё было хорошо у человека, да, и вдруг он стал замечать, что действительно в последнее время та или иная зона потеет сильнее. Вот это уже потоотделение будет патологическим. Или с возрастом, или с возрастом у женщин. Ну, чтобы различать... То есть это признак каких-то заболеваний? Это может быть признаком заболеваний, да? Да, да. Эндокринные заболевания, какие-то хронические инфекции зачастую, онкологические заболевания, аллергические реакции. Повышенное потоотделение может наблюдаться при приёме каких-то определённых препаратов. Как правило, в инструкции это может быть описано, в общем-то. При хроническом стрессе, когда человек постоянно нервничает, у него постоянно. Кстати, говоря о различиях там физиологического, нормального потоотделения, да, и патологического, чем это всё отличается? Если мы едем в транспорте в летний период времени, и нам просто жарко, и мы потеем, это нормально, да? Но если мы сидим в комфортной обстановке, в красивой комнате и смотрим добрые мультики, да, и тут ни с того ни с сего вы чувствуете, что вы вспотели. Что-то не то, да. Да, что что-то не то, вы почему-то стали мокрые. Вот это говорит о том, что у вас патологическое потоотделение, гипергидроз, да, и здесь уже нужно задуматься всё-таки. Как с этим бороться, да? Методов много. Много. Но один из основных, наверное, это правильное питание. Так? Что если женщина правильно питается, то у неё и пот будет пахнуть более приятно, и он будет выделяться меньше. Есть некоторые продукты, которые действительно стимулируют выделение пота. Давайте подойдём к столу. Знаете, у нас здесь такой стол, вот здесь зелёная половина и красная. Вот красная половина стола, здесь находятся продукты, которые провоцируют увеличенное потоотделение, да? Это, ну, в первую очередь, наверное, вот такие всякие пряности и острости, да? Ну, вы знаете, чтобы объединить все эти продукты, скажу, что пот, на выделение пота влияют те вещества, которые вызывают прилив крови к желудку. То есть горячие, копчёности, маринады, да, крепкие напитки, крепкий чай, крепкий кофе, газировки, да? Всё это действительно провоцирует вот эту вегетативную систему. Поэтому в Южной Америке они едят острый чили перец, чтобы потеть, потому что обычно жарко. Жарко. Ну да, терморегуляция, правильно. Это приводит к расширению сосудов и физиологическому усилению потоотделения. А у нас и так пота много. А какие продукты надо употреблять, чтобы уменьшить отделение пота? Ну, опять же, да, для того, чтобы стимулировать к правильной работе свою вегетативную нервную систему, естественно, вы должны питаться правильно, да, кушать много микроэлементов, полезных веществ, витамины. И здесь мы на столе видим, что... Значит, у нас здесь зелень, правильно? Зелень, да, овощи, фрукты, пожалуйста, крупы, опять же, да, поскольку всё богато микроэлементами. Белку, да? Кальций, цинк, всё это участвует, действительно, в регуляции потоотделения. И важно это превозносить в свой рацион для того, чтобы всё было комфортно. Конечно. Не пропустите далее. Как бороться с повышенным потоотделением? Настолько сухая кожа получается, что, естественно, пациенты, которые потеют, да, им это комфортно. Чем дезодорант отличается от антиперспиранта? И что эффективнее? Ну, это действительно абсолютно разные продукты. Какая часть женщин тяжело переносит предминструальный синдром? Скажите честно, у вас сейчас ПМС? Да, и вы все меня тут раздражаете. Ха-ха-ха, получил. Ирина, давайте разберём, какие есть средства, чтобы бороться с потливостью. Ну, способов действительно много, начиная от домашних, заканчивая медицинскими. Вот мы сейчас все их и посмотрим, чем они хороши, какие у них плюсы и минусы. Здесь у нас на столе несколько способов, на самом деле. Так что, дорогие дамы, записывайте рецепты. Ну, первое, я смотрю, у нас есть две таких мисочки с водой. Одна ледяная просто, а вторая, вот, ну, горячая, еле держится в руках. Ну, это контрастный душ, я так думаю. Контрастный душ для наших подмышечных впадин. Ну, для каких-то определенных зол, либо общий, в общем-то, контрастный душ тоже хорошо влияет. Кстати, это помогает? Да, хорошо регулирует потоотделение сосуды. Жанна, я попрошу вас поддержать. С удовольствием. Спасибо. То есть, что мы делаем? Мы берём две таких, да... Ну, если потеет какая-то определенная зона, да, одна, например, подмышечный впадин, то действительно вы можете компрессы делать, контрастные. Да, вот такие компрессы. Здесь мочим, так смачиваем, отжимаем и сначала прикладываем, да... Холодный компресс, соответственно. Ну, по сути, по ощущениям вы ориентируетесь до того, как потеплело, нагрелась, да, в общем-то, тряпка. Кладём, и после этого... Ох, прям как горячо здесь. А если ладошки потеют, вот, начало холодной водой? Да. А ладошки можно в тазик положить. Ну, паск, кран холодный, кран горячий. Можно и так. То же самое, наверное, можно и со стопами делать, да? Можно, я бы сказала. То есть, кладём горячий. Как только горячий остыл, значит, меняем на холодный. Контрастный душ. Первое. Существуют ещё такие соляные ванночки, да? А лакан воды сколько надо взять? Ложек? Ну, где-то 2-3 чайные ложки. 2-3. То есть мы вот так берём, разводимся, да? Делаем концентрированный, да, физиологический раствор. Смешиваем. Так. После этого... Ну, опять же, если это ноги или ладошки, да, это могут быть ванночки. Соответственно, если подмышечные впадины, это компресс. То же самое. Мы берём соляные растворы. То есть прямо с солью. Да. Смачиваем и прикладываем. А здесь на сколько надо прикладывать минут? Ну, минут 15-20. 15-20 минут. Я знаю, что у нас здесь есть отвар коры дуба. Я знаю, что он обладает таким вяжущим действием. Дубище это даже называется. Дубильное вещество. Да, настолько сухая кожа получается, что, естественно, пациенты, которые потеют, да, им это комфортно. То есть мы тоже самое можем это всё так сделать, да, намочить. Ну, или ванночки. Или ванночки. Для ног очень удобно. И приложить вот это всё к подмышечным впадинам, да? Да, да. И здесь тоже, наверное, минут на 15-20. Да, конечно. Вот здесь у нас тальк, да? Ну, тальк вообще древний, да, испытанный метод уже, да, помогает от мала до велика. Да, действительно, опять же, сухое вещество талька, оно ацербирует, вытягивает на себя, в общем-то, лишнюю жидкость, лишнюю влагу. Поэтому это самое простое и удобное средство, там, при потении стоп, например. Стоп, то есть носки засыпают тальку, да? Да, да. Хорошо. Интересный момент. Вот здесь написано антиперспирант, а есть ещё дезодорант, да? Чем они отличаются, расскажите нашим зрителям. Ну, это действительно абсолютно разные продукты, поскольку дезодорант призван, создан для того, чтобы менять запах пота, да? То есть это вот как раз то, о чём мы говорили, да, блокирует бактерии. А антиперспирант как раз способствует тому, что пот меньше будет выделяться. То есть если у вас повышенное потоотделение, обращайте внимание именно на антиперспирант. А вы знаете, что вот очень плохо, например, забрызгаться и пойти в зал куда-то. Просто потовые железы, пот не выходит. Это для женщины опасно. Вот рак груди, кстати, может вызвать в конце жизни. Я о врачей слышала, это был мой вопрос. Да, поэтому эти штуки... Нет, на самом деле, смотрите, потоотделение вы заблокировали, во-первых, на какое-то время. К сожалению, вот такие антиперспиранты блокируют. Но не полностью, на 100%, конечно, потовые железы. Ну, может, и к счастью. Здесь написано 48 часов, да? Но, скорее всего, это производитель лукавит. Третий момент в том, что у вас ведь в организме, на теле очень много потовых желез. И другие зоны, они берут на себя эту функцию. Совершенно верно. Поэтому всё-таки это миф. А это, наверное, ботокс. Ба-ба-ба-ба. Ботулотоксин. Совершенно верно. Обычно женщины где его применяют? Ну, глазки там. Морщины. 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 Но ботулотоксин, он блокирует в том числе и вот эту гладкую мускулатуру, которая находится вокруг потовых желез. Потому что как? Мышцы сокращаются, пот, ну, выделяется, да? Да. И поэтому вот инъекции такого вещества останавливают, ну, практически останавливают потовыделение на срок от 6 месяцев до года. Кроме этого всего. У нас есть ведь ещё что? Силиконовые специальные прокладки, да? Ну, это, наверное, такой маскирующий метод, да? Я не слышала. Что это такое? Ну, если женщине жалко свою красивую одежду, да, у неё очень сильно потеливают подмышечные впадины, да, приклеятся специальные, в общем-то, силиконовые наклеечки, которые адсорбируют на себя лишнюю влагу. И ваша одежда, в общем-то, да, не страдает от этого. Следующий метод – физиотерапия. Да, можно прийти на физиотерапевтические процедуры уже в медицинское учреждение, там, ионофорез, гальванические токи. По сути, все эти методы направлены на работу правильной вегетативной нервной системы, да, чтобы она правильно стимулировала потовыделение. И даже я вам скажу, что есть метод хирургического лечения. Поэтому, Жанна, этот тальк… Ну что? Хирургический? Совершенно верно. Поэтому этот тальк, который вы мне хотите дать как самый безопасный и верный, он не всегда помогает. Деток. Бывает случаи, что у этого талька надо просто килограммы себе в подмышки и в носки. Вот такие случаи бывают, и такие случаи лечатся хирургическим путём. А от него тоже дерматиты бывают. Совершенно верно. Поэтому мы сейчас рассказали, дорогие дамы, вам о тех методах, которые могут помочь вам бороться с повышенным потоотделением. В любом случае, если вас эта проблема беспокоит, обратитесь к врачу. Я думаю, что доктор из этого множества методов подберёт вам самый оптимальный. В эфире программа «Нет запретных тем». Всё, что вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. АПЛОДИСМЕНТЫ Не пропустите далее. Что общего у ПМС и беременности? По сути, что такое женщина в предминструальном синдроме? Это беременная женщина. В какие формы может выливаться предминструальный синдром? Это может быть и обострение бронхиальной астмы, и остеохондроз. Обострение хронических заболеваний. И главные мифы о родах. Боюсь, что может что-то пойти не так в конце. Всегда бывает осложнение. Как говорят на роде, если женщина, у которой ПМС прикоснётся к железу, оно проржавеет. А если попробует яблоко, то сгорит весь сад. Всё бы вам, мужчинам, издеваться. Да что вы, Жанны, мы с них не было. А вот вы знаете, что сексуальная активность во время предминструального синдрома усиливается? Я это чувствую, Сергей. По статистике, ПМС наблюдается у 20% женщин в возрасте от 18 до 29 лет. А с 30 лет это число увеличивается втрое. И, кстати, чаще всего ПМС бывает у тех женщин, которые связаны с умственным трудом. А я хочу спросить у зала, у кого из вас есть или был ПМС? Ага, лес рук. Нас много. Вы знаете, вот я смотрю, девушка, она сидит очень хмурая. Так. Вот, наверное, что-то у неё не так. Проходите к нам. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Елена. Елена, сколько вам лет? 34. Скажите честно, у вас сейчас ПМС? Да, и вы все меня тут раздражаете. Ха-ха-ха. Получил. Так, без доктора здесь не обойтись явно. Мы приглашаем в нашу студию нашего замечательного эксперта, врача-гинеколога-эндокринолога, врача высшей категории, Евгению Михайловну Назимову. АПЛОДИСМЕНТЫ Евгения Михайловна, здравствуйте. Добрый день. Нужна ваша срочная помощь. Давайте разберёмся, что такое менструальный цикл, потому что, мне кажется, он есть у всех женщин, но мало кто представляет, что происходит внутри у женщин. Может быть, мы пройдём вот здесь к нашей замечательной картинке и покажем, что и как здесь происходит. Ну, во-первых, очень важно, чего действительно почти никто не знает из женщин, к сожалению, что менструальный цикл – это период от первого дня одной менструации до первого дня другой менструации. Это не сами менструации. Когда проходят очередные менструации, то головной мозг посылает сигнал яичнику, вот они у нас здесь показаны, их обычно два у женщины стандартно, какому-то из яичников вырабатывать яйцеклетку. То есть здесь есть запас яйцеклеток, с которым мы рождаемся, и одна из них начинает расти. Растёт, растёт где-то примерно к середине цикла, но среднестатистически это через две недели после начала менструации. Происходит овуляция. Что такое овуляция? Это созревшая яйцеклетка разрывает оболочку яичника и выходит в брюшную полость. Дальше она попадает в маточную трубу, вот сюда, и потихонечку движется в маточной трубе. Вот именно в маточной трубе может произойти встреча со сперматозоидом, и тогда наступит беременность. Но в любом случае, оплод творилась яйцеклетка или нет, она потихонечку спускается ниже и ниже. Это наступает уже вторая фаза цикла, так называемая. И если всё-таки беременность не наступила, то в конце менструального цикла наступает менструация. Что такое менструация? Это отторжение слизистой оболочки матки. Вместе с ней и неплод творённая яйцеклетка тоже уходит вместе с менструальной кровью и начинается менструация. Но есть какие-то причины, которые вот за неделю до этой менструации, ну не знаю, что-то действует на женщину, что она просто сходит с ума. Да, да, на голову, на голову. Совершенно верно. Что это за причина? Что с нами происходит? Ну вообще, на самом деле, такой вот некий лёгкий вариант ПМСа – это вариант нормы, это физиология. По сути, что такое женщина в менструальном синдроме? Это беременная женщина, да, организм усиленно готовится к беременности. Ведь всё то же самое. Мы хотим кушать, да, мы запасаем жир для того, чтобы вынашивать ребёночка и было из чего ему развиваться. Мы становимся такие, ну, как правило, не всегда правило, но как правило, более пассивные, более плаксивые, более сентиментальные. Это в норме. Это в норме. А при патологии? А при патологии, естественно, просто все эти процессы усиливаются. И вот в медицине различают несколько форм проявления вот этого предместурального синдрома. Совершенно верно. Давайте их рассмотрим. Давайте. И я хочу пригласить к нам в студию первую форму. Это психовегетативная форма ПМС. В студию. Да, вот это форма. Неплохая форма. Можно я подальше от неё стану? Чтобы не конкурировать. Чтобы не конкурировать. Хорошо. На самом деле, это самая распространённая форма. Она, как правило, как видно из названия, проявляется симптомами, именно связанными с эмоциональностью женщины. То есть у неё плохое настроение. Она становится такая злющая. Бросается на мужа. Это вот ведь наша героиня. Идите сюда. Может, там, если у неё есть дети, негативно относиться даже к своим детям. Болезненно реагирует на замечания начальства. Ну, то есть совершенно неадекватно. Причём женщины это понимают. Они видят, что это так. Но ничего не могут с собой сделать. Ничего не могут сделать. А мы приглашаем вторую форму. А это отёчная форма ПМС. В студию. Ну вот, отёчная, наверное, сама за себя говорит, что женщина отекает, да? Да, как правило, женщина... Она даже не отекает, а вот наливается. Ощущение, как будто вот на несколько килограмм-то стало тяжелее. Это действительно так. Это действительно так. Женщина отстаёт на весы и видит, что вдруг она прибавила 2 килограмма, менструация прошла и снова вернулась к обычному своему весу. Почему это происходит? Потому что задержка жидкости. Женщины такие, как правило, хотят всё время солёненького. То есть они потребляют много соли. Это способствует задержке жидкости. Плюс здесь включаются гормональные влияния. И женщины такие очень часто жалуются ещё на болезненность вот в груди, в молочных железах. То есть отмечают, что грудь стала большая, но болезненная. А тем временем мы приглашаем следующую форму. Цефалгическая. Итак, цефалгическая форма ПМС. Ну, цефалгия, цефла – это голова, лгия – болит. То есть болит голова. Когда женщина говорит своему мужу, отстанет, меня болит голова, значит, это ПМС, правильно? Ну, наверное, не всегда. Объясните, как это происходит. Ну, цефалгическая форма, действительно, прежде всего, основной симптом – это головная боль. Да? У вас есть головная боль? Да, бывает. Вот. Это вот тоже проявление такой формы. Могут даже быть мигрени, да? То есть такая тяжёлая головная боль. Часто связана тоже либо с сосудистыми нарушениями, то есть неравномерное сужение, расширение сосудов. Может быть тоже вот и с задержкой жидкости, да? Расширяются сосуды, задержка жидкости, и голова при этом болит. А вот у вас как это проявляется? Помимо того, что вы в таком напряжённом состоянии? Ну вот где-то за неделю примерно до этого события у меня пробуждается дикий аппетит. Так, аппетит. Очень кушать хочется. Так, дальше. Потом наступает такой период, как раздражительности. Прямо вот раздражаются люди в метро, начальник на работе, коллеги. Совершенно немотивированные, да? Такие. У вас бывает, предположим, головная боль? Головная боль уже ближе получается. Бывает уже к этому событию. И, наверное, в последний день. Ну да, набухание. И вот мне кажется, сейчас настал такой момент вызвать ту форму, которая есть у нашей героини. Это смешанная форма. В студию. Это моя. Вот она, ваша форма. Это, наверное, как раз та форма, когда у женщины все, как в одном флаконе, наливается, так смешивается и получается страшно гремучая слизь. Я прав? Ну да, действительно, это наиболее распространено, когда есть элементы разных форм, да? И вот это, видимо, действительно ваш случай. Да. Смешанная форма. Но вы знаете, как у женщин еще есть такие атипичные формы. Они очень интересны. Атипичная форма в студию. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ведь как интересно они проявляются, да? Да. То есть практически любой симптом, который бывает у женщины циклично связан с менструациями, может представлять собой атипичную форму ПМС. Это может быть и обострение бронхиальной астмы, и остеохондроз. То есть обострение хронических заболеваний. Да, обострение хронических заболеваний, да. Это может быть внезапное повышение температуры, которая не связана ни с какими простудными заболеваниями, да. Какие-то очень выраженные, локализованные головные боли. Ну, то есть всё, что угодно. Ну, то есть всё, что угодно. Но ключевое слово циклично и связанное с менструацией. Да, совершенно верно. Если у вас бронхиальная астма возникает каждый месяц, за неделю до вашей менструации, значит, это не бронхиальная астма, это атипичная форма ПМС. Всё правильно. Евгения Михайловна, мне кажется, надо перейти уже к лечению. Как помогать нашим женщинам? Конечно. Давайте. Они останутся здесь очень красиво. Я не хочу. Жанна, вы всё равно красивее. Поэтому мы просим формы уйти, мы вас сейчас будем там лечить. Спасибо вам. Спасибо, девочки. Будьте здоровы и счастливы. Не пропустите далее. Какие продукты облегчают, а какие только усиливают ПМС. У нас тут вино хорошее есть, да? Вино. Красное. Да. Сухое. Да. Прекрасно. Советы по борьбе с ПМС от Жанны Эпле. У нас Жанна сегодня в спортивной форме. Это, наверное, её метод борьбы с ПМС, так? Нет. Мой секс. И можно ли самой выбрать? Делать Кесарева? Или нет? И всё это делается для того, чтобы и мамочке было хорошо ребёнку. Мы идём лечиться. И первое у нас здесь, на таком календаре в лечении, это таблетки, то есть лекарства. Это так? На самом деле, единственным по-настоящему эффективным методом лечения ПМС является назначение комбинированных гормональных контрацептивов. Мы так перевернём. Да, я помогу. И второе у нас диета. Диета. Давайте подойдём к столу. Вот здесь у нас много-много всяких продуктов. Евгений Михайлович, помогите нам их разложить. В одну сторону полезные, в вторую сторону вредные, которые будут женщины. Давайте начнём с вредных. Что нельзя? Или что надо исключить, чтобы этот предминструальный синдром был не настолько выражен? Ну, как обычно, всё, что вкусное, то, как обычно, вредное. Подержите, пожалуйста. Пойдёте, доктор. Ну, что, у нас тут вино хорошее есть, да? Вино красное. Да. Сухое. Да. Прекрасно. Да. Ну, алкоголь, к сожалению, тоже. Мы говорим только о в этот период. Да. Ну, чтобы не впали подстегивать. О, красный, сухой. Нельзя. Газированные. Газировка. Газировка, энергетики. Газировка, энергетики. Ну, тоже абсолютно вредный продукт. Сплошной сахар, да. Откладываем. Да, и в этот период, соответственно, тоже. И вот здесь сладко, у нас тут есть такие конфеты, да? Ну, да. С одной стороны, шоколад содержит вещества, которые способствуют образованию в организме гормонов радости, эндорфинов. Да. Поэтому, ну, женщине, так не очень хорошо. Разрешите хоть одну. Маленькую конфеточку. Можно, Шан. Можно. Но есть, как хочется, килограммы. Девушки, ну, угощайтесь, угощайтесь. Спасибо. Доктор разрешил, значит, можно. Я не отнял. Вот этот крепкий чай кофе, да. Да, крепкий чай кофе. Содержит кофе, способствует задержке жидкости, ухудшает усвоение кальция, а это тоже способствует развитию предместерального синдрома. Я думаю, что вот это можно заменить, да, кисломолочные продукты. Да, кисломолочные продукты. Они полезны? Ну, я считаю, что да, что они полезны, они улучшают и пищеварение в данной ситуации. Потому что с кишечником очень часто тоже проблемы. А что, творог даже двух видов, да? Творог – это кальций. Кальций способствует уменьшению выраженности симптомов, да, но тоже молочные продукты. Значит, у нас дальше макароны. Конечно, твёрдых сортов пшеницы, да? Конечно, да. Если твёрдых сортов пшеницы, то они содержат много витаминов группы В. И, соответственно, это тоже полезно с точки зрения профилактики и снижения симптомов ПМС, да? Вот у нас лежит картофель. Обычно он относит к вредным продуктам. Почему? Я без неё жить не могу, без картошки. В молодом картофеле много калия, который… Ну, в молодом картофеле, вот не тот, который хранился всю зиму на овощебазах, да? А калий способствует выведению лишней жидкости из организма. Поэтому это полезный продукт. Инстинктивно, я выбираю то, что нужно. Но только в мундире или запечённое в духовке. Салат. Салат. То есть овощи сюда относятся? Ну да, зелёные овощи, салат, в принципе, болгарский перец можно тоже, да, включить в рацион. Они содержат много, опять же, витамина группы В6, фолиевой кислоты. Я бы добавила сюда ещё, ну, вот это халва, я так понимаю, да? Халва. Тоже очень приятный продукт. Вообще, семечки и орехи. Ну, халва, может быть, за счёт того, что сладкая, она удовлетворит и потребность сладкам, и хоть даст что-то полезное, да, в отличие от... Ну, хоть немножко, хоть женщины делают подобрее, да? А там очень много магния. А магний также способствует снижению выраженности симптомов ПМС. Да, следующий у нас метод борьбы с этим самым ПМС. Спорт, да? Спорт, это прекрасно. Я думаю, почему у нас Жанна сегодня в спортивной форме. Это, наверное, её метод борьбы с ПМС, да? Нет, мой секс. Ну, это вариант спорта. Это тоже вариант спорта. Конечно. Ну, кое-что я делаю для своего здоровья и с удовольствием поделилась. Может, вы нам покажете сегодня? Ну, чуть-чуть. Итак, эксклюзив от Жанны Пле. Методы борьбы с предминструальным синдромом. Просим вас. Между прочим, Жанна у нас мастер спорта по спортивной акробатике. Ничего не помнит по художественной гимнастике, но это не важно. И упражнение, которое я делаю дома, это качаю пресс. Очень просто. Три подхода. Ложусь на спинку и на скручивание. Ничего больше. И растяжечки. Главное растяжки вытягивать на скручивание вот так. Тянуться вот этим ключом туда. И еще. Мои дети замечательные подарили мне обруч. Это не тот обруч, но тоже неплохо. И... Устревает. Итак. Смотрю телевизор. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Все. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну давайте, Амур выберем следующий способ. Это дыхательная гимнастика. Попробую я вас удивить, хотя Жанне вряд ли я буду конкурентом. АПЛОДИСМЕНТЫ Если вы раздражены, если вас все бесит, то надо сделать 10 глубоких вдохов и выдохов. Но с задержкой на выдохе и на вдохе. Итак, предлагаю всем дамам присоединяться. Делаем глубокий вдох. Давай вместе делать. На секунду задержали. Выдох. На секунду задержали. Вдох. Выдох. И вот так 10 раз. Я вас уверяю, что к 10 вдоху вы будете абсолютно спокойны. Я вас уверяю, что главная боль скоро пройдет. И муж будет очень доволен. А что это за парень стоит? А это еще один способ борьбы с предминструальным синдромом. Давай. Расскажем поподробнее. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий этап борьбы с ПМС – это избавление от стресса. Я прошу нашу героиню сюда подойти. Надеваем перчатки. До конца, до конца, до конца, до конца. Так. Представляете соседа. Вот он включает музыку. Сейчас он у меня получит. Так. Сейчас мы сейчас, знаете, что с ним сделаем? Да мы сейчас его... Сейчас... И прямо говори ему. Вот за это. За это тебе. За это. Еще сильнее. По животу теперь. За музыку, за хамство, за невнимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну как? Мне кажется, прям Велисей как улыбается. Вообще. Вообще хорошо. Ну вот видите как? Вот так мы избавляемся от стресса. АПЛОДИСМЕНТЫ Переносим свой стресс вот на эти манекены. Что можно посоветовать женщинам в эти дни? Не срывайте свой стресс на окружающих. Срывайте вот на этих манекенах, которым, ну, по сути, все равно. Но вам от этого будет только легче. В эфире программа «Нет запретных тем». Мы рассказываем обо всем, чтобы вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. АПЛОДИСМЕНТЫ Не пропустите далее. Опасны ли для плода обезболивания при родах? Вопрос в том, какой препарат для обезболивания выбрал врач. Что делать, если ваши груди разного размера? У женщин это часто вызывает комплексы. Комплексы неполноценности. Они стесняются раздеться, показаться на пляже. И почему бывает болезненным секс после долгого воздержания? После секса женщина таких проявлений испытывать не должна. Жанна, какая одна из самых главных тем для женских разговоров? Ну, косметика, мужчины, любовь. А ещё роды. Да. Чего только женщины не рассказывают о родах, какие только вопросы не обсуждают. И в результате всю информацию получают только от подружек и знакомых, а надо от врачей. Сегодня узнаем всю правду о родах. Внимание на экран. АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, давайте сегодня нарисуем наших мам. Анастасия всегда любила детей и даже профессию выбрала соответствующую – воспитатель в детском саду. Для меня это абсолютный кайф – возиться с детьми. Но своим потомством девушка никак не могла обзавестись. Я давно хотела своего ребёнка, но, к сожалению, недолгое время у нас не получалось. Настя очень страдала от неудачных попыток забеременеть. Ещё больнее девушке становилось от того, что она всегда была окружена детьми. Но собственное маленькое счастье природа ей никак не давала. Пробовали-пробовали, у нас не выходило, и вот, наконец-то, это свершилось. Беременность Анастасии протекает нормально, но девушка совсем не прыгает от счастья. Я очень хочу быть мамой, но боюсь. Я знаю, что именно какие-то сложности возникают в день родов. Я очень боюсь, что что-то пойдёт не так, когда я буду рожать. Всегда страшно переживать роды в первый раз. Но стоят ли эти волнения и опасения чудо стать мамой? Сегодня героиня сюжета Анастасия пришла к нам в студию. Это вам аплодисменты. Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Сколько вам лет? 26. Беременная беременность у вас, да? Первая, да. Анастасия, а то скажите, а что конкретно вы боитесь в родах? Боли боюсь. Боюсь. Ну ведь есть обезболивание. Незнание боюсь. Ну, вас научат доктора. Ну, без... Ещё чего боитесь? Боюсь, что может что-то пойти не так в конце. Всегда бывают осложнения. Не всегда. Будь в роддоме, да. Не всегда, но частенько. Пару случаев. А вы где вот эту информацию черпали? У подруг, у знакомых, в интернете. У меня очень много родивших уже подруг, у которых что-то пошло не так. Ага. И они вас напугали, да? Да, напугали. Вы знаете, действительно это так, что есть много, много, очень много мифов, которые пугают беременных женщин, которые идут на роды. И особенно, когда рожают первый раз, когда не знают, что и как пойдёт. Второй и третий раз тоже страшно, доктор. Да? Вы это знаете. А поможет нам развеять эти мифы наш специалист, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, врач высшей категории, Долженко Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте, Ирина Сергеевна. Здравствуйте. Вот такая замечательная у нас Анастасия, которая боится рожать. Маленькая, как девочка. Представляете, как? Вот. Напугали её всякие форумы, напугали её всякие подруги, которые сами-то ничего не знают о родах, да? А таких милых дам пугают. Вот так бывает. Давайте мы разберем наши мифы, да? Вот у нас Айс тут свил гнездо. Ну пойдёмте посмотрим, что нам. Пойдём. Яйца, в которых мифы. Что нам Айс принёс. Да. Давайте мы разберём самые частые мифы, да? И попробуем... Попробуем объяснить. Что правда, что ловь. Доктор. Да. Итак, номер один. Нельзя пить и есть непосредственно в день родов. Правда-то или нет? На самом деле надо просто представить себе, что такое родовой процесс. Это очень мощная физическая нагрузка и психоэмоциональная нагрузка для каждой женщины. Наверное, трудно себе представить, чтобы когда мы выполняем тяжёлую нагрузку, мы ещё есть будем просить какую-то действительно пищу. И в своей практике я что-то не слышала, чтобы в родовом меня просили борщ или пельмени. Ей-богу. Не до того. А вот кусочек хорошего шоколада, кусочек лимона, яблоко, немножко банана, лёгкую пищу, которую хочется съесть. Поверьте, вы не будете просить чего-либо более существенного. Обезболивание опасно для плода. Понимаете, обезболивание обезболиванию рознь. И есть препараты, которые действительно угнетают дыхание плода. Простите, мы поговорим про обезболивание, про схватки, которые обезболивают. Во время родов. Или во время родов уже. Просто иногда вот схватки, когда очень сильные, то иногда вот тебе помогают, чтобы не так больно было. Вот это опасно или нет? Да не опасно. Не опасно. Вопрос в том, какой препарат для обезболивания выбрал врач. Вот и всё. Это не опасно совсем. Потому что даже в течение того, что родового процесса самого обезболивают женщину. С учётом того, что ребёнок не должен страдать. Вопрос выбора медикаментов. Точно так же и во время кесарево сечения даже принято до извлечения ребёнка. Это могут быть одни препараты, которые очень нежно относятся к дыханию плода и новорождённого. А потом мы можем использовать более мощные препараты, которые дают возможность хорошо работать хирургом. Итак, следующий миф. Искусственное вскрытие плодного пузыря – это всегда плохо. Не всегда. Не всегда. Плодный пузырь – хороший работник и помогает нам в родах, безусловно. Но иногда он самопроизвольно разрывается, особенно так называемый боковой разрыв. Он становится вялым. Он не выполняет свою функцию. Более того, к концу родов, когда уже мы приближаемся к самому родовому процессу, он вообще не нужен. Его вскрывают просто потому, что если он сам, самопроизвольно не вскрылся. Тоже это делается по показаниям определённо. То есть нормальный, естественный процесс. Да, конечно. Следующий вопрос. Женщина сама может выбрать способ родного разрешения. Имеется в виду рождать естественным путём, либо делать кесарево сечение? Да нет. Слава Богу, в нашей стране это не принято. И любая операция, будь то кесарево сечение, будь то удаление аппендицита, всегда это более сложная вещь, чем естественные роды и естественный какой-то процесс. И для этой операции нужны серьёзные медицинские показания. Я вам это не желаю. Спасибо. То есть доктор выбирает сам. И всё это делается для того, чтобы и мамочке было хорошо, и ребёнку. Итак, у нас последний миф. Сразу после родов живот приобретает свои дородовые формы. Ну нет, ну нет. Не приобретает. И беспокоиться по этому поводу нечего. Сразу после родов он, конечно, уменьшается, потому что это естественный процесс. Но где-то на уровне чуть ниже пупка остаётся матка. Где-то в течение двух месяцев происходят такие послеродовые, такой яркий период послеродовые. И дальше всё приходит на круги своя. Ну достаточно представить себе. Матка – это спичечный коробок. Во время беременности она достигает, уже сейчас видно, да? Да. Вечевидного отростка. Увеличиваясь в сотни раз. Но она не может за несколько минут приобрести ту же самую форму исходную. Для этого нужно время. И беспокоиться об этом не стоит. У вас есть какие-то вопросы или мы развеяли ваши страхи? Ну, скорее развеяли. Спасибо. Ну, замечательно. Это отлично, что вот на нашей программе мы разбиваем мифы, которые не дают беременным женщинам нормально жить и спокойно эти народов. Помните, медицина на высоком уровне у нас. И наши доктора обязательно вам помогут. В эфире программа «Нет запретных тем». Всё, что вы хотели знать о женском здоровье, но стеснялись спросить. Пришло время ответить на все вопросы. Наша программа называется «Нет запретных тем». Многие женщины задают волнующих вопросы о женском здоровье на интернет-форумах, потому что стесняются спросить об этом врача. Но в нашей программе только для вас, дорогие женщины, специальная рубрика, в которой я отвечу на самые интимные вопросы. Это прекрасно, доктор. И вот вам первый вопрос. Почему мои груди разного размера? Вообще, это считается вариантом нормы. Существуют даже три степени асимметрии молочных желез. Первая степень, когда асимметрия практически незаметна. Вторая степень, когда одна грудь больше второй, например, там на одну треть. Третья степень, когда грудь больше наполовину. Чаще всего это будет либо врожденный фактор, что вот так девушка родилась, либо приобретенный после кормления ребенка. Конечно же, если это вторая или третья степень, у женщин это часто вызывает комплексы. Комплексы неполноценности. Они стесняются раздеться, показаться на пляже. В этом случае рекомендуется делать пластическую операцию, которая очень хорошо помогает. Но если асимметрия появилась неожиданно, если она нарастает, и если молочные железы уплотнились, изменилась их структура, то обязательно немедленно обратитесь к врачу, потому что это может быть признаком серьезного заболевания. Спасибо, доктор. Следующий вопрос. У моего мужа эрекция только с утра, а я по утрам не хочу. Зато вечером, когда мне хочется, он уже не может. Подскажите, пожалуйста, что нам делать, доктор? Интересный вопрос. Если вы думаете, что ваш муж страдает эректильной дисфункцией, то, скорее всего, вы ошибаетесь. Потому что если у мужчины есть эрекция с утра, то она может быть и абсолютно в любое время суток, в другое время суток. Скорее всего, ваш муж не то, что он не может вечером, он уже не хочет, настолько сильно он встает на работе. А вот утром, в утренние часы, у мужчин наблюдается пик выработки мужских половых гормонов. Поэтому очень часто у мужчин сексуальное возбуждение происходит именно с утра. В данном случае что можно посоветовать? Пойти друг к другу на уступки. Вы сделаете так, чтобы муж больше отдыхал, допустим. Это важно для мужчин. А ваш муж пойдет на уступки и будет оказывать вам больше внимания в вечернее или ночное время. Но я думаю, что если вы любящие супруги, то вы придете к консенсусу. Спасибо, доктор. Вот еще один вопрос. У меня такая проблема. Долго не было секса. А тут занимались этим всю ночь. А потом повторили еще раз через сутки. Результат. От набухли половые губы, ощущение, что вокруг входа ранки и больно мочится. Это просто натерло или что-то другое? Как облегчить боль? Ваш ответ. В любом случае это признак какого-то воспаления. Оно может быть из-за микротравм, если секс был достаточно грубым и жестким. Также это может быть проявлением кандидоза, либо дисбактериоза, микрофлоры влагалища. Если вас это сильно беспокоит, то, конечно же, нужно обратиться к врачу. Потому что после секса женщина таких проявлений испытывать не должна. Понятно. Спасибо. Может быть, есть какой-то вопрос из зала? Пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Скажите, может ли тампон застрять во влагалище? Если во влагалище находится один тампон, то он застрять не может. Тампон так сделан, что он прострочен. И нитка проходит по всему тампона, поэтому она, в принципе, не может оторваться. Но иногда женщины забывают про старый тампон и вставляют ещё один. Такое тоже бывает. Тогда старый тампон, пропитанный кровью, является превосходной средой для развития микроорганизмов. Возникает очень сильное воспаление, отёк. В этом случае достать тампон достаточно тяжело. Поэтому в этом случае, конечно же, нужно обратиться к гинекологу. И он очень легко и просто это сделает. Ни в коем случае не стесняйтесь, потому что это будет серьёзная проблема, когда возникает резкий отёк, воспаление. В этом случае вы сами же никак его не достанете. Но если даже нитка порвалась при определённых навыках, женщина может достать этот тампон, потому что стенки влагалища достаточно эластичные, чтобы самостоятельно его извлечь. И самое главное, соблюдайте правила, пользуясь тампоном. Не оставляйте его внутри более чем на два часа. Спасибо, доктор. Это была программа «Нет запретных тем». Мы говорили о том, что должна знать о себе каждая женщина. Дорогие мои, как врач и как мужчина, прошу вас, всегда помните, что любим мы вас любыми, но нужны вы нам здоровыми. До встречи в эфире. Будьте здоровы и счастливы.